Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Казахстан вышел на уровень стабилизации эпидемиологической ситуации. Прирост заразившегося коронавирусом по республике составляет 2,1%. Об этом рассказали во время видеоконференции правительства под председательством Оскара Мамина. Как заявил министр здравоохранения Алексей Цой, общий коечный фонд увеличен с 30 тысяч до 49 тысяч, а из 73 тысяч заболевших 45 тысяч человек уже излечились от недуга. На 23% снизилось количество вызовов скорой помощи за счет увеличения на 16% количества колл-центров в поликлиниках. Меры направлены на улучшение эпидемиологической ситуации в стране. Для дальнейшего укрепления позиций глава правительства поручил Акиматам, Министерствам здравоохранения и индустрии обеспечить больницы в регионах аппаратами ИВЛ в соответствии с потребностями в срок до конца августа текущего года. Поручаю до конца июля организовать работу по ПЦР-тестированию в регионах на базе ветеринарных лабораторий и обеспечить укомплектование кадрами. Акиматам проработать эффективную логистику доставки анализов в лаборатории регионов. Министерствам индустрии, здравоохранения и финансов нужно в срочном порядке решить вопрос оснащения регионов передвижными диагностическими комплексами районных больниц, цифровыми рентген-аппаратами отечественного производства. Министерству здравоохранения и Акиматам обеспечить доставку в полном объеме в течение двух недель кислородных концентраторов и медицинских газов в регионы. 537 рабочих мест с начала текущего года создано в Аксусском районе. Местным жителям удалось трудоустроиться в рамках дорожной карты занятости. По ней в регионе реализуется 52 проекта. Алексей Цой продолжит. Наиболее масштабная компания благоустройства развернулась в райцентре сележан Цугуров. Парк площадью 19,5 гектаров, согласно проектным эскизам, изменится до неузнаваемости. 14 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, это в том числе асфальт и брусчатка, плюс полностью модернизация поливочной системы, орочной, капремонт стелы, памятник Великой Отечественной войны, реставрация фонтана, детская бассейна, полностью ограждение заменяется, надворные постройки, спортплощадки, воркауты в том числе. 2 миллиарда 148 миллионов тенге выделено региону в рамках госпрограммы. Реализуются сразу 52 проекта. Соответственно, на все требуются рабочие руки. Только на реконструкцию центрального парка привлекается 60 человек. 20 уже работают на участках. Ремонтные работы пройдут и в других населенных пунктах Аксусского района. Села Арасан и Янбек обеспечат водопроводом. По всему району планируется строительство 14 спортивных площадок и капитальный ремонт 12 межпоселковых дорог. Алексей Цоя, Блайкутыкпай, Телеканал ЖТСУ, Аксусский район. К другим темам. Из кабинетов на улице. Более 40 обращений поступило в департамент полиции Алматинской области в рамках акции «Приемная на дороге». Большая часть вопросов граждан касалась дорожного движения и регистрации транспортных средств. Мероприятие, инициированное Министерством внутренних дел страны, направлено на переход работы полиции на новую модель взаимодействия с населением. Как считают организаторы, огромным плюсом акции является то, что граждане без записи могут напрямую обратиться к руководству департамента полиции. И как показывает практика, такой подход весьма эффективен. Цель этой акции, чтобы люди могли обратиться к сотрудникам полиции по своим вопросам. Очень много вопросов поступает на блок министра, и мы на местах готовы ответить на все эти вопросы. То есть здесь не только регистрация автотранспорта, здесь и правомерные действия сотрудников тоже на эти вопросы можно ответить. По линии миграции можно задать вопросы, по последним ограничениям, которые вводятся в виде заведения карантина. То есть любые вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, должны найти здесь ответы. Около 680 моренных озер есть на территории Алматинской области. 239 из них потенциально селеопасны. Каким населенным пунктам они представляют угрозу, узнал Дамир Анитов. Спасатели и сотрудники Кастелезащиты осмотрели потенциально опасные моренные озера Жонгора Латовского хребта. Сейчас сезон таяния ледников. И предупредить опасность селевых выбросов для спасателей задача номер один. Для этого на высокогорных озерах Саркан, Аксу, Биен и Кургаз установили и удлинили сифоны. Очистили каналы отвода воды. На территории Алматинской области в высокогорной зоне расположено 680 моренных озер. По обслуживаемому региону у нас получается на территории Алматинской области расположены два филиала. Это Илья Латавские, ЖТСУ Латавские, филиалы госучреждений Кастелезащиты. На территории которой имеются 239 селеопасных участков. В текущем году в селеопасный и уплазнеопасный период для оценки гидрометеорологической обстановки и мониторинга в зоне обслуживания ГУ Кастелезащиты организована служба наблюдения и оповещения. Из 60 постов наблюдения. На опасных участках выставлено 48 предупреждающих информационных счетов. В зависимости от гидрометеорологической обстановки в состоянии моренно-ледниковых комплексов будут открываться дополнительно посты наблюдения на опасных участках и моренных озерах. В целях определения фоновой оценки селевой опасности проведено 7 аэровизуальных обследований, а также на постоянной основе проведутся наземные обследования сотрудниками Кастелезащиты. Согласно планам мероприятий поэтапно проводится опорожнение 10 моренных озер в Алматинской области. На сегодняшний день на территории Алматинской области изотерма при нулевом градусе находится на уровне 3243 метра. Это означает, что происходит постепенное снеготаяние, высокогорье, то есть ледников. Но угрозы не представляет, все находится в среднегодовых значениях. Оперативными дежурными управления в критических ситуациях данная ситуация мониторится, расход воды, приход и так далее. Первая фаза паводков уже пройдена, однако расслабляться рано. В горной и предгорной местностях при интенсивных осадках возможно формирование склоновых стоков. Это может привести к подтоплению населенных пунктов в предгорной зоне. Проводятся превентивные мероприятия на моренном озере номер 18 бассейна реки Биен. Также проводятся превентивные мероприятия по бассейну реки Аксу на моренных озерах номер 49-50. По жидцуалату прорыв опасными являются более 20 моренных озер, на которые все контролируются. Заключение специалистов. Селевая, паводковая и оползневая обстановка в области стабильная. Превентивные работы по опорожнению проведены. Угрозы населенным пунктам, объектам хозяйства и инфраструктуре обследуемые озера не представляют. Дамира Анитов, телеканал ЖТСУ, председатель Департамента ПЧС Алматинской области. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Субтитры подогнал «Симон»